Добрый день, уважаемые болельщики! Мы вновь приветствуем вас из студии Ассоциации Белорусской Федерации Футбола. Сегодня очередной брифинг, в котором участвуют Дмитрий и Иван, мои собеседники, которые будут представлять интересы болельщиков, задавать вопросы. Я думаю, что у нас получится интересная беседа заинтересованных лиц. Поэтому приглашаю к разговору. Пожалуйста, кто из вас первый хочет начинать вопросы, давайте. Для начала я, наверное, скажу, что поблагодарю вас за приглашение, потому что задать вопросы второму лицу Федерации лично это очень сложно всегда. Брифинги журналистов были, а здесь достаточно сложно это было. Во-вторых, позвольте поздравить вас с прошедшим юбилеем. Он был не так давно. Как говорится, футбол футболом, а жизнь идет. Поэтому... Ну и в-третьих скажу, наверное, что мы с Иваном попробовали блоками выставить вопросы сегодня, чтобы было чуть-чуть удобнее. Готовили, готовили. Просто разбросали, да. Чтобы сэкономить, может, время, чтобы было удобно. Поэтому предлагаю, наверное, начать как-то. Давайте, да. Ну, то, что мы обсуждали уже, и болельщиков, наверное, введем в курс. Будем ориентироваться на время футбольного матча 90 минут плюс. Ну, там как получится, но это возьмем за ориентир. Пожалуйста. Постараемся, хорошо. Первый блок вопросов у нас связан с непосредственно вашей должностью, ответственностью и всем, что с этим связано. Уже что-то вы говорили об этом и на прошлом брифинге, и здесь вопросы будут повторяться. Поэтому... Но, тем не менее, авторы есть, вопросы есть. Поэтому начнем. Да, давайте. Анатолий Варакса. Добрый день. У меня вопрос такой. Сергей Вагаршакович, за время работы в Федерации вы получали незаконно деньги, подарки за решение каких-нибудь вопросов и готовили вы свой ответ подтвердить на детекторе лжи у профессионального полиграфолога? Спасибо. Никогда за решение каких-либо вопросов я подарков и денег тем более не получал. готов пройти на детекторе где угодно, на каком угодно в любое время. Хорошо. Вопрос два. Андрей Кузьмин. Сергей Вагаршакович, добрый день. Весь этот год белорусский футбол сотрясает скандалы, судейские договорные матчи, падает посещаемость, плохое выступление сборной и тому подобное. Какое наказание понесло руководство Белорусской Федерации футбола и лично вы в связи с вышеупомянутыми скандалами? Лично я никакого наказания не понес. Если это речь идет о дисциплинарном взыскании каком-то, я его не понес, но, наверное, говорил уже по поводу судейского скандала. Если бы я был хоть каким-то образом к этому причастен, наверное, следствие, которое шло не один месяц, предъявило бы и мне какие-то претензии, наверное, можно было это сделать в рамках уголовного дела. Но поскольку подтверждает то, что я сказал про первый вопрос, я никоим образом с этим связан не был, а уследить за человеком, когда он встречается около своего дома, ну, наверное, это достаточно тяжело и вряд ли входит непосредственно в мои функциональные обязанности. То, что касается договорных матчей, я опять же неоднократно говорил, что это инициатива была Сергея Николаевича, и я готовил документы для передачи в правоохранительные органы. То есть мы были инициаторами того, чтобы придать это все огласке и поставить крест на попытках в этих матчах участвовать. Я считаю, что это нелогично людей, которые с этим борются, за это же и наказывать. То, что касается посещаемости матчей. Серьезный вопрос. Никто в одиночку его не может решить уже не один год. И создавая новый департамент маркетинга и коммуникации, мы рассчитывали, что привлечение дополнительных людей и выделение этого направления в отдельное даст какие-то результаты, но, к сожалению, пока и это не получается. Плохое выступление сборной. Ну, если бы я был тренером национальной сборной, наверное, бы я ушел в отставку еще раньше. То, что касается сборной команды, в мои непосредственно функциональные обязанности входит обеспечение сборной команды. Это касается мест, где тренируется команда, мест, где проживает, как она питается, как она экипирована, какое у них медицинское обеспечение. Я не думаю, что кто-то из вас в последние годы слышал, что из штаба сборной кто-то говорил, что чего-то не хватает или что-то сделано не так или плохо. А уже как команда играет, ну, простите, я готов возглавить национальную команду, но мне даже женской не разрешают заниматься. Думаю, вряд ли разрешат и мужской, но это так, в порядке шутки. Каждый должен заниматься своим делом, и если мы приглашаем главного тренера, выбираем его достаточно долго, утверждаем на исполкоме, то, наверное, ответственность нести должен тот, кому это вручено дело, и в конце концов тот, кто за это деньги получает. Получать взыскание за работу с штаба национальной сборной, я считаю, что это неправильно. Но вот как-то так. Спасибо за ответ, конечно, но есть маленькое отступление. Значит, на многих предприятиях в мире, в Беларуси, действует система менеджмента качества, которая, скажем, выявляет брак как в работе, как и брак продукции, там, в управлении. Вот. И вот у нас в прошедшем году произошел, скажем так, несчастный случай. Судья арестован. Брак, договорные встречи, манипулирование результатом. Какая-нибудь коррекция документации, там, устава положений осуществлялась после этого на будущий год, на семнадцатый. Потому что у вас сейчас был исполком, да, и программа исполкома была какая? Ну, значит, там, программа лицензирования, там, первое, второе, третье, прочее. Я так понимаю, она повторялась из года в год. Но в прошедшем году у нас была беда в стране, когда пришло это зло, договорные матчи. И если не изменить документацию, подход к этому делу, то, я считаю, это как-то ненормально. Ну, давайте так, на две половины разделим. То, что касается судейства, да, это одно, договорные матчи — это другое. Или вы хотите в одно это? Нет, нет, нет. Если у нас будет блок, второй вопрос, там объединили, там еще договорные будут от судейства. Документация. Вот есть у вас, скажем, устав, да, устав у вас, если не ошибаюсь, января пятнадцатого года. Положение комитета по этике — февраль четырнадцатого. Положение судейском комитете, где проблемы вот возникли, их каким-то образом решить надо, он от февраля четырнадцатого. То есть, если мы будем вступать в семнадцатый год с этими же документами, я считаю, это неправильно. Вы как-то их будете пересмотреть? Речь идет о том, что на фоне тех проблем, которые возникли, нужно ли исправить и внести изменения в эти документы или во что-то еще, в сам процесс и так далее. Посоветовавшись там СУИФА, ФИФА, там, сторонними организациями, там, соседними федераций. Давайте так, я бы все-таки разделил. Значит, вот есть дело Жукова, а в рамках этого уголовного дела претензий к нашим документам не предъявлялось. К содержанию наших документов претензий не было. Хорошо. А сами вы не хотите, чтобы ваши документы были составлены таким образом, чтобы с семнадцатого года и в последующих таких случаев не было? Я уверен, что ни один документ не панацея от того, что это не будет нарушено и сделано. И ни одним документом, как, например, государственной программой развития футбола в Республике Беларусь манеж не построишь. Это происходит в результате действий, а не наличие бумаги и какого-то документа. Непосредственно то, что связано с делом Жукова. Мы сами потом проанализировали документы, которые у нас были. Мы уже внесли сегодня буквально изменения. Если вы читали повестку дня предыдущего исполкома, вы должны были видеть, что там утверждалось положение о судейском комитете. Утверждалось? Да. Я пропустил. Это прошло 20 января. Кроме этого документа есть еще ряд документов, утверждение которых требуется на исполкоме. В компетенции это судейского комитета самого находится и бюро исполкома. Мы все эти документы просмотрели, исправили, сделали их более конкретными, чтобы нельзя было их двояко толковать. Спасибо за ответ. Эту работу мы провели. То, что касается договорных матчей, представитель пресс-службы Следственного комитета сказал, что в отношении Федерации будет сделано представление, связанное как раз с договорными матчами. Но мы не хотим бежать впереди паровоза, посмотрим, что Следственный комитет, прокуратура, наверное, это будет как-то совместно сделать, что они увидели неправильно в наших документах. Потом, безусловно, приведем их в порядок. Понятно. Хорошо. Это был ответ. Следующий вопрос. Наверное, он повторяется будет. Владимир Кулибицкий. Оцените прошедший год в разрезе выполнения поставленных задач Федерации футбола. Все ли задачи были выполнены? Если они выполнены, возможно, требуются кадровые решения. Задачи ежегодно, те задачи, которые, ну, я не знаю, может быть, в краткий ликбез сказать, мне кажется, что многие люди, которые оценивают работу Федерации и интересуются футболом, они все-таки не очень представляют, что вообще такое Федерация. Рассказать? Или вы знаете, не будем тратить время? В общем, на сайте что же можно посмотреть? Вставы положения, мы изучили структуру. Ну, к сожалению, вот из вопросов и из разговоров, у меня иногда складывается впечатление, что люди читают, но все-таки не понимают, что это такое. Ежегодно проводится конференция Ассоциации Белорусской Федерации Футбола. Каждый участник Федерации имеет свою квоту, свои представители приезжают. Это все клубы высшей лиги, все клубы первой лиги, второй лиги, организации, занимающиеся развитием футбола в Республике Беларусь, являющиеся членами АБФ. Да, то есть все члены АБФ. Все члены АБФ собираются. Они ставят задачу администрации АБФ, что должно быть сделано в этом году. Каждый год, прежде чем поставить задачу, идет отчет из полкома о проделанной работе. В том числе утверждение финансовых документов, связанные с бюджетом, отчет ревизионной комиссии, отчет внешнего независимого аудитора. Эти вопросы повестки дня, ежегодной конференции, они обязательны. Исполком отчитался, как он выполнил предыдущее поручение, и ему ставится задача на следующий год. Это, безусловно, будет и в 2017 году. Есть процедура, в соответствии с которой любое должностное лицо может быть отстранено от занимаемой должности или освобождено от выборной должности. Эта процедура в уставе прописана. Любой клуб может выступить с такой инициативой. Но вроде как все предусмотрено. Все выполнено или нет за 2016 год. 22 марта будет очередная конференция ассоциации. На этой очередной конференции все, что было поставлено на 2016 год, будет озвучено и будет дан отчет, что сделано, что не сделано. Скажите, а как вам кажется, есть ли в нашей сегодняшней системе, вот вы говорите, представители любого члена федерации могут поставить вопрос о том, что кто-то у нас не соответствует должности. Найдутся ли у нас такие смертники в нашем футбольном хозяйстве, кто сегодня футболом занимается и на должностях находится лет 10, 15, 20, кто лично знаком с вами и так далее. Все же здесь друг друга знают. Кто встанет, например, и скажет четко, что, ребят, мы отстаем от Европы на лет 50, каждый год одно и то же, нам нужно двигаться вперед. Мы засидели здесь в креслах, так сказать, бросит партбилет и скажет, я выражаю недоверие этим людям, этим людям. Закроет дверь и говорит, все, хорошего, и ушел бы. Найдется ли такой человек? Были ли такие прецеденты? А зачем уходить? Мы с вами взрослые люди, вот вы меня считаете чиновником, хотя я никакого отношения к чиновникам не имею. Я футбольный функционер, если это говорить уже так, юридическим языком. Какие у меня есть полномочия против любого из членов клуба? Никаких. Я больше вопрос не в чиновничном плане говорю. Есть, ну понятно, есть государственные предприятия, есть чиновники, здесь ассоциация федерации футбола, понятно, у него есть руководство. То есть, речь же идет о том, что мы стоим на месте, футбол должен двигаться. Раз здесь что-то не так, значит, выразить недовольство деятельностью руководства федерации можно же. Конечно. Вот у меня вопрос, могут ли быть такие люди? Были такие варианты? Были ли такие? Или это все на исполкомах, вот как вы говорите, утверждается что-то. Понятно, все сидят, смотрят в эти листики, наверное, утвердили и ладно, и разъехались. Там же проблем везде много, у каждого на местах. Понимаете, вот в таком плане вопрос. Как бы вот если подытожить даже то, что они говорят с этими должностями и всем остальным, и то, что я хотел спросить. Ну, во-первых, прецеденты такие были, когда выбирали Сергея Николаевича Румаса и меня, и состав исполкома в 2011 году. Если уж говорить, было или не было. Было. Встал Анатолий Анатольевич Капский и сказал, что он не хочет некоторых членов, предлагаемых в исполком, видеть в его составе. Потом было тайное голосование. Мы же не открытым голосованием избираемся, что я там смотрю на зал, а потом берегитесь, если кто-то поднимет руку против, пеняйте на себя. Даже гипотетически. Во-первых, это полномочий таких нет и возможностей таких нет. Во-вторых, когда идет тайное голосование, человек заходит в кабину для голосования, вычеркивает, кого считает нужным, и опускает бюллетень. Наверное, на это повлиять никто не может. И выборы проходили, и меня избрали, тем не менее. Я так понимаю, что главная фигура для, так сказать, битья – это я. Но меня избрали. Сейчас, может, тот же Анатолий Анатольевич, я не думаю, что вы его относите к робкому десятку, он может на конференции встать и сказать, что, правда, для этого нужно несколько другую провести процедуру, если это касается обычного невыборного конгресса, как говорят, ну или у нас конференция называется. Это может сделать представитель любого клуба, я еще раз повторю. Если вы считаете, что у нас все, так сказать, члены ассоциации, все работающие в футболе, но не мужчины, мягко говоря, то я такого мнения не разделяю. Анатолий Анатольевич, он человек, он запросто может сказать все, что думает, это понятно. Я вот, если позволите, вспомню немножко, интервью было Геннадия Николаевича Невыгласа в 2015 году, когда он фрагментом говорил, если можно, я зачитаю. Вообще, я считаю, что сменяемость власти в футболе необходима как воздух. Когда он был впервые избранным, я полгода проработал со старым исполкомом, после этого поменялись все его члены. Потом, когда собирался идти на третий срок, сказал, что ребята, дальше никакой власти. А теперь ротацию перестали использовать. Зашел в зал перед недавней конференцией, гляделся. Было, что 15 лет назад, что сейчас. Дальше он говорит об уважении к вам и говорит о том, что с 90 по 2015 годы, тем не менее, Сергей Виктор Шакович не смог ничего изменить в футболе. Потом он вспоминает Юрия Алексеевича Курбыка, говорит, что во время его, так сказать, когда он был на должности, он отвел его от работы, после этого его вернули. Вот он задает вопрос, ну что нового может дать футболу? Точно так же говорит про Михаила Никифоровича. Вот его снова возвращают. И говорит, честно, не очень понимаю ситуацию, когда человек сидит в федерации пять сроков и говорит, что футбол не двигается вперед. Куница при мне тоже отвечал за спортивную часть. Наверное, это уже пожизненный зам. Я больше даже, вот тот мой вопрос относился не к тому, что Анатолий Анатольевич может... Анатолий Анатольевич может сказать там так, что мало не покажется. Вопрос вот именно вот в этих людях или людях, которые просто скромно сидят где-то на задвор, как смотрят, что-то пишут там, то есть... А потом решают вся проблема на местах, потому что там проблем у них много. Вот именно вопрос в глобальном смысле. Мне кажется, что все-таки свежий взгляд необходим сегодня на процессы, которые должны быть у нас в футболе. Мы, кажется, в застое находимся таком. Об этом многие говорят и часто встречаешь в это интервью. Как бы вот такой контекст вопроса. Я не очень понимаю ваш контекст вопроса, к чему он сводится. Если вы считаете, что надо, чтобы приходили в Федерацию новые люди, я предлагал несколько лет назад желающим, кто хочет поработать со мной, чтобы понять просто, прежде чем вести речь о том, что здесь все легко и просто, и ничего не делается, поработать со мной. На это предложение откликнулся один журналист, полдня со мной провел и потом убежал. Понятно. Я не против того, чтобы кто-то приходил, новый работал. Я в очереди пока не встречал, идя на работу, не видел, чтобы в очереди кто-то стоял и говорил, я хочу прийти и поработать у вас. Все свою работу сводят к двум вещам. Что у нас все плохо и что вы ничего не делаете. Поэтому, если кто-то из вас хочет, я вас по-прежнему приглашаю. Приходите работать в Федерацию. Если вы считаете, что в Федерации есть люди, которые будут работать лучше, я с большим удовольствием передам им свое рабочее место и свои функциональные обязанности. Я неоднократно это говорил, повторяю и за свои слова готов отвечать. Пожалуйста, приходите, работайте. Мы не подумаем, да? Да. Хорошо, спасибо. Но здесь еще два вопроса есть. Следующий звучит так. Пять Владимир Кульбиский. На предыдущем брифинге вы на все острые вопросы отвечали встречными вопросами, указывающими на некомпетентность оппонента, но никак не отвечали по существу. Это говорит о том, что у вас не было ответов, или это просто ваш стиль ведения диалога? Не знаю, затрудняюсь ответить. Я вроде вам вопросы не задавал. Мы посмотрели, что вы не применяете этот метод с нами. Может, это когда с Березинским у нас была здесь Максимом встреча. Да, там у нас несколько другая форма была разговора. Кстати говоря, мне подсказали, что у меня остался долг с прошлого брифинга по поводу нанесения логотипа на футбольные мячи для высшей лиги. Мы позанимались этим вопросом. Значит, мячи, которые к нам поставляются, они идут в централизованных складов. И во время поставки этих мячей, пока они поставляются, нанести ничего невозможно, поскольку они на эти склады приходят уже готовые. Ну, как оптовый склад, они потом развозят по разным ассоциациям, где там какие идут заказы, в клубы. На этом этапе взять какую-то партию, нанести на них логотипы невозможно. Я попросил, чтобы проработали этот вопрос. Те специалисты, которые занимаются поставками мячей, есть технология нанесения логотипа непосредственно, когда этот мяч получен. Дилеры говорят, что Adidas не будет возражать, если на мячи окажется логотип. Но как это технически можем ли мы на месте сделать, если технологии, чтобы этот логотип не слетал, чтобы это было солидно? Надо время, я думаю, что на следующем брифинге я отвечу. Хорошо. Так, последний здесь вопрос есть в этой, но я боюсь, что мы так не успеем. Может, давайте под названием из блока. Или те, которые вам наиболее понравились, а потом будем добирать. Давайте по судейству есть вопросы. Владимир Куклин. Добрый день. Председателем судейской комиссии является Юрий Курбыко, который является заместителем председателя АБФ. Но во время вашей дискуссии с Максимом Резинским выяснилось, что именно вы занимаетесь вопросами судейского ассоциации, поэтому у меня к вам следующие вопросы. Почему за вопросы судейства не отвечает Курбыко? Когда и кем на вас возложены обязанности по руководству организации судейства Федерации? И кто представляет Федерацию в судейском комитете УИФА? Это вопросы как раз связанные с уставом. В уставе прописаны комитеты, они являются консультативными органами. У них есть свои вопросы. Есть административные органы, которые должны решение исполнять, в том числе комитета. Юрий Алексеевич Курбыко возглавляет судейский комитет. Он отвечает за работу судейского комитета. То есть он не лишен ответственности, и у него есть вопросы по линии судейства. В частности, судейский комитет формирует списки на прохождение учебно-тренировочных сборов. Судейский комитет решает прежде всего, какие судьи будут привлекаться и на какие сборы. То есть есть целый ряд комиссий, простите, таланты и наставники, например, которых распределяет судейский комитет. Еще целый ряд. Юрий Алексеевич, на мой взгляд, достаточно успешно с этим справляется. То, что касается административных вопросов, ежедневной работы, экипировка, организации тех же сборов судьями, это работа Департамента судейства и инспектирования. Работа администрации. Эту администрацию возглавляю я, я отвечаю за ее работу. Как только я был назначен генеральным секретарем, это вошло в мои функциональные обязанности. Согласовывать назначение и подобное. Согласовывать назначение, это была моя инициатива и была просьба Андрея Михайловича, связанная в большей степени с тем, что я с 1999 года как раз к этому и был отношение имел. И до 2011 года, точнее 10-го, я работал в качестве волонтера в этом, не имея должности в федерации за счет своего личного времени, не получая за это денег. Поэтому вот эти ступени в судействе я прошел от члена судейского комитета до его председателя. И сейчас, соответственно, имею моральное право. И обратившись ко мне с просьбой, Андрей Михайлович, я не мог ему отказать, поэтому я в этих вопросах участвовал. То, что касается третьей части, там еще что-то было. Обязанности по руководству организации в федерации. Когда и кем на вас возложены обязанности? Исполком, я же сказал, когда назначали на генерального секретаря, поскольку ДСАИ, Департамент судейского инспектирования, входит в администрацию АБФФ. У АБФФ нет представительства в судейском комитете. Впрочем, как и у большинства ассоциаций европейских. Состав комитета, я не помню точно ВУФФ по количеству, но не думаю, что он больше 17. Поэтому, если исходить из того, что 55 членов ВУФФ, далеко не все имеют представительство. И здесь в большей степени даже не роль национальной ассоциации и ее статус ВУФФ влияет на назначение в судейский комитет. Это, наверное, единственный из комитетов, ну, точно самый личностный. То есть сначала надо быть высококлассным топовым арбитром, тогда ты можешь претендовать на то, чтобы войти в судейский комитет. А выдвинуть арбитров, которые не были в элитном дивизионе, это нереально. Понятно. Вопрос о Днепре. Я аналогично готовился и хотел бы добавить. Уточните, пожалуйста, почему с Днепра было сразу снято очко, что лишило его очередное чемпионство в первой лиге, а остальным командам за аналогичное правонарушение только погрозили пальчиком. Я так понимаю, это о командах, у которых эти же проблемы были до этого года. А в этом году в комитет по статусу и переходам за систематическое неисполнение своих решений, ну, я так читаю, снял одну очко. И мне вот интересует, станет ли это каким-то прецедентом и стратегией. То есть за данное нарушение, начиная со следующего года, команды будут именно штрафоваться на минус одну очку. Не минус два, не минус пять, а минус одно. Вот это вот интересно. К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос, это не моя компетенция. Я говорил, что я отвечаю за административные вопросы, да, но это вопрос юрисдикционный. Арбитража? Нет. По первой инстанции это рассматривает комитет по статусу и переходам. Да. Ну, я поинтересовался у Сергея Николаевича Ильича, он возглавляет этот комитет, наверное, самый, так сказать, востребованный в работе. Он сказал, что прежде чем с Днепра сняли очко, они с ним были в разного рода переписке, вызовах. Скажем уже, систематически. Полтора года вопрос касался перехода футболиста из Лиды в Днепр. Ну, на протяжении полутора лет они не добились, чтобы футбольный клуб Днепр исполнил свои обязательности решения комитета. У них просто-напросто закончилось терпение. Возятся комитеты наши юрисдикционные вот таким образом практически со всеми командами. А их еще много команд таких с этими же проблемами? Я боюсь... Нет, есть. И решения будут аналогичны или жестче? Полтора года, полтора очка с ними. Да, или простят вообще. То есть, если началось с Днепра, то мы давайте ежегодно исследовать эти тенденции. Вы знаете, мне бы не хотелось, чтобы эта тенденция была. Не, понятно. Не дай бог, чтобы такое, конечно, было. Надо лучше всего, когда каждый исполняет свои обязательства. Если ведь даже когда клубы договариваются о переходе того иного футболиста, ну, я не помню, чтобы где-то кто-то требовал за него предоплату, как это, в принципе, бывает чаще всего. Контракт совершается, сразу выплачиваются деньги. У нас, как правило, идет достаточно большая рассрочка. Обычно. Потом начинаются отсрочки, потом еще. И, к сожалению, многие клубы, ну, не обязательно подходят, мягко говоря, не обязательно подходят вот к таким вещам. А эти вещи должны быть в первую очередь решены при процедуре лицензирования. Финансовый фэрплей, который есть, он требует, чтобы расчеты по трансферным контрактам были произведены в первую очередь. Я надеюсь, что комитет будет последовательным. Но еще раз повторю, мне бы не хотелось, чтобы эта тенденция сохранялась. Лучше, чтобы клубы разбирались даже без нашего участия. Ведь не мы инициируем процедуру рассмотрения. До тех пор, пока к нам кто-то из членов ассоциации не обращается, мы сами с такой инициативой не выступаем. Поэтому то, что, наверное, самое главное в вашем вопросе, будет ли последовательность и аналогичность, ну, я постараюсь проконтролировать это, ну, во всяком случае, интересоваться. Потому что потом будут говорить, вот у Днепра минус одну очко, а у нас пять забрали. Будут говорить, безусловно, будут. Хотя, еще раз повторю, это не совсем моя компетенция. Понятно. Или это и будем рассмотреть? Нет, это нет. Давайте, вот еще вопрос Дмитрий Васильев. Два пытанечка. По теме договоренных матчей вы сказали в телеэфире, те, кто избежит уголовной ответственности, не избежит футбольной. Насколько суровой она будет? Опять же вопрос, не мой вопрос дисциплинарного комитета, но исходя из того, что Андрея Михайловича Жукова пожизненно лишили, те, кто в его деле фигурировал в качестве свидетелей, но давали ему деньги, я думаю, тоже будут дисквалифицированы. И я уверен, что участники договорных матчей будут кто-то, будет и пожизненно дисквалифицирован. Но там есть разная степень участия, будет это оценено. Добавлю я немножко. Владимир Шакович, значит, нас обвиняли, что мы читаем вопросы месячной давности, то, что, ну, они немножко устарели. И вот появилась информация, что, значит, следственный комитет передал дело в суд. Да. Да, из 20 человек 5 оправданы. А в то же самое время вы говорили, то, что люди, даже оправданные, значит, или освобожденные от суда будут наказаны по футбольным законам. Кто эти 5 человек? Не знаю. Фамилии вы... Нет. Вы не можете сказать? Я не знаю. И каким образом они будут наказаны? Известно же, что было 20. Нет, ну, список, который есть у меня, участников, он около 4 десятков. А, то есть вы не в курсе? И пока не можете ответить на этот вопрос? У меня есть официальный список, в котором проходят люди, так или иначе принимавшие участие в организации договорных матчей. У меня этот список есть. Все люди из этого списка будут рассмотрены на дисциплинарном комитете. Но документы из следственного комитета, и тем более из суда, у меня их нет. И кто бы не избежал ответственности, эти 34 будут каждые рассмотрены на дисциплинарном комитете. Понятно. Поэтому то, что 5 по каким-то причинам освобождены, я знал об этом, мне сразу говорили. Есть уголовный... Но фамилии вы не знаете? Я не знаю. Нет, просто не знаю. У меня список больше, и на дисциплинарном будут рассматриваться большее количество людей. Здесь же второй вопрос у него. Какое наказание понесут судьи, которые фигурировали в деле Жукова? Ну, вы сказали, наверное, только что дальше они будут рассмотрены. Да, будут рассмотрены. Не было рассмотрения этого вопроса до настоящего времени по одной причине. У нас не было текста приговора суда, чтобы были даны оценки действиям арбитров. Чтобы наше решение не пошло с оценкой суда. Сейчас решение есть. Я думаю, что в ближайшее время будет комитет. Я бы, наверное, эту тему даже и не поднимал, потому что уже столько про нее говорили. Но мне интересно показалось вот себе, чем его поднять. Там в программе ZuniX в декабре, по-моему, поднимал сюжет об аресте Жукова. И на вопрос, за что вы получили деньги, он сказал, что он поблагодарил меня за победу. Вместе с тем, оперополномочный УБЭП тоже говорил о том, что после назначения главные тренеры входили в контакт с главными судьями, с которыми имела место какая-то договоренность. После этого заранее был известен результат матча. Нет у меня таких фактов. Это цитата. Это цитата. У меня вопрос такой. То есть, буквально вот, когда мы обсуждали первый наш пункт, вы сказали по этому поводу, что эти дела не связаны. То есть, дело Жукова и судьи дают деньги. А Жукову он назначает на матч. То есть, 100 долларов дал, 350 рублей белорусских он получает за судейство, за работу. И вот это вот, это все получается. То есть, это обвинение идет только в том, что он принимал деньги за назначение судей. Вместе с тем, когда он говорит о том, что Рендюк благодарил его за победу, значит, и Жуков, и судья, и Рендюк, и футболисты еще были в курсе того, что происходило. Поисловича, наверное, другая ситуация. Но я подозреваю, что этих матчей намного больше. Нет, нет, у вас никакой информации такой. И судей больше, и, получается, и болельщиков больше, которые ходили на спектакли. Как вы думаете? Я не думаю, я оперирую фактами. Понятно. В материалах, которые есть в деле Жукова, там нет подтверждения того, что судья Сорока, обслуживая матч, помог результату. Понимаете, можно говорить что угодно сейчас. Оно будет, ну... Если я вам скажу, что ничего больше не было, вы мне не поверите, да я сам в это не особо верю. Которое всего да. Вот. Если сказать, что все матчи поголовно были спектаклями... Не все, но я хочу сказать, что, например, мы с Иваном или телезрители знают намного меньше, чем вы. Может быть, у вас информация. Естественно, вы скажете, что документально ничего нет, поэтому и вопроса нет. Нет, вы знаете, я... То, что я знаю, я от вас не скрываю, не скрываю от болельщиков. Может быть, больше информации есть у правоохранительных органов. Понятно. Но... Но вы не связываете эти события. Одно дело с другим. Тренеры, да. Вот... Нет. Тренера назначили и... Ой, судью назначили, и он... Результату не потворствует. Там заказчики разные. Тут вообще непонятно, сколько тут этих заказчиков. Я поэтому не задавал бы этот вопрос. Вот меня не заинтересовала именно вот эта подоплека. Потому что уже столько информации по этому всему идет, что скоро, если еще команду или две найдут, по-моему, у всех будет каша в голове такая, что... Это всего всего. Единственное, что это беда. Это беда, и мы стали этой бедой заниматься, не скрывая ничего. Потому что, если этим не заниматься, то потом действительно каждый матч станет спектаклем. Поэтому мы и решили, что надо все, что мы знаем, передавать в правоохранительные органы, просить их очень серьезно к этому отнестись и все наизнанку вывернуть. Это была наша цель, наша просьба к правоохранительным органам. И наша задача, получив все, что мы имеем, принять жесткие меры, дабы искоренить это. Ну, у нас есть тема по посещаемости, но, может быть, если можно, пару секунд вот этому вопросу. Вместе с тем, департамент же у нас маркетинга отвечает за посещаемость. И вследствие вот этого... Ну, его, в принципе, создавали для того, чтобы этим заниматься. Вследствие вот этих всех дел, как вы считаете, народ приходил на футбол, смотрел футбол, ожидая какой-то борьбы, естественно. А тут оказывалось, что они пришли смотреть спектакль, где результат был известен, и договорники пошли, и судьи, получается, были заряжены. Тоже как-то и деньги давали. То есть мы приходили, не знали, что смотрели. Мы думали, они сражаются, а на самом деле было не так. Какие-то меры там... Департамент тот вынужден как-то по-другому думать сейчас, активизироваться, что-то такое, или все останется, как было. И так же не ходил народ. А что будет сейчас? Чего ждать вообще? Так, вот немножко я не могу сориентироваться, в какую плоскость ответ мой должен идти. В любое. Больше в маркетинг, или больше как бороться с договорными? И то, и в другое. Как это связано, наверное? Как привлечь сейчас народ с учетом того, что произошло? Если бы ситуации такой не было, мы бы говорили, наверное, в одном ракурсе, что вот у нас мало народу, мы там испечем хот-доги в виде каких-то там интересных таких плюшек, детей туда подтащим, а сейчас получилось так, что папа с ребенком на те плюшки уже не пойдет. Он скажет, не, сынуля. Ну, давайте, давайте, вот, пожалуй, если можно, я вам вопрос один задам. А как вы считаете, большинство матчей у нас было спектаклей, или все-таки матчи футбольных? Вот вместе, сами перед собой, друг перед другом. Чего больше, как вы считаете, в чемпионате? Ване больше, наверное, матчей видел. Да, я видел больше, но, к сожалению, конечно, обидно, когда узнаешь об этом постфактум. Скажем, этот же матч Ислыч и Динамо-Брест. А если бы ты узнал до, было бы легче? Нет, я про количество говорю. Мое впечатление, что все-таки матчи, которые были срежиссированы, было меньше, чем матчи, действительно, в которых команды сражались честно, и судьи никоим образом не благодарили директора департамента. Ну, скажем так, есть сторонние организации, скажем, букмекеры, которые заинтересованы в этом, чтобы игра была честной, потому что у них ставки на одну команду, на вторую. И вот именно они же поднимают темы эти. Нет, вот, к сожалению, давайте называть, извините, я вас перебил, значит, букмекерские компании почему-то не хотят с нами сотрудничать, хотя мы очень активно их призывали к тому, чтобы давайте обмениваться информацией. Я не знаю, почему занимают такую позицию. Есть какая-то же бельгийская ассоциация, которая, если я ничего не путаю, в данный момент Федерации Украины. Они присутствуют и помогают разобраться, отследить такие матчи. У нас очень тесный контакт с УЕФА. УЕФА получает эту информацию централизованно из бюро. И по всем странам, по всем чемпионатам они отслеживают не столько национальную принадлежность, сколько сами ставки по конкретным матчам. Да-да-да, именно по ставкам и видно. Мы этой информацией с УЕФА располагаем. И не один год матчи, которые попадали в поле зрения этого бюро, соответственно, информация приходила к нам. Мы с каждым матчем разбирались и отсматривали эти матчи специально. Как матч Ньоман-Нафтан, например, последнего тура. Как матч Ньоман-Нафтан последнего тура. Да, о котором там, допустим, были разговоры. Это что идет болельщик и, зная, что будет спектакль, вот как говорил мне Дмитрий. То есть, возможно, там ничего не было, но кто-то, да, там, исходя из-за этого факта, что букмекеры объявили, что, возможно, что-то будет, уже нет. Да есть специальная программа букмекеров, которая фиксирует падение коэффициентов и так далее. Согласен, да, биржи есть, да, букмекерские. Неужели букмекеры не хотят сотрудничать? У нас рекламы букмекеров нигде нет. Запад весь в рекламе букмекеров подкрыт. Материалы везде, все, по закону. Республики Беларусь, реклама до 22 часов букмекерских компаний. Запрещено. Я понял, я чуть-чуть не о том. А, по-моему, то, что касается стадионов, она вообще запрещена. В России, в Д2, они спонсоры лиги, в Украине тоже спонсоры лиги и букмекеры. А у нас именно вот это вот... По-моему, среди болельщиков есть вопросы, как это так, что вообще лига и букмекеры... Лига называется именем букмекера. Как это так? Это даже у команд спонсора и букмекеры. Спасайте футбол. Да, Реал бегал с Беттен Двином на груди все время. Да, поэтому... Да, ну... У них есть деньги. Я думаю, что реально их привлечь к этому всему. Они с радостью придут, это их сфера. И пойдут они на сотрудничество, на такое... Так и мы не возражаем. Ну, отказывают. Ну, и... Да. А, они отказывают. И законодательство запрещает их использовать. Нет, рекламу... А, рекламу только. А в названии? Ну, это же реклама. В титульный спонсор. Нет, я говорю о чем. Законодательство запрещает. Таким образом. Да, да. То есть... Ну, кстати, то, что касается договорных матчей. Вы напрасно думаете, что каждый матч для людей, которые организовывают договорное, является интересным. И даже не столько интересным, у них есть определенное количество, за которое они не выходят. Ну, чтобы не рисковать. И каждый... И каждый... Далеко не каждый матч, да... Они будут... Это мы прекрасно понимаем. И понимаем то, что на эти матчи не ставятся в Республике Беларусь и даже в СНГ. Это где-то на... В Азии ставятся, там... Ну, да, основные... Да, основные ставки Юго-Восточная Азия. Это о том, что говорят, давайте в Беларуси закроем букмекерские конторы, в них игроки ставят. Но это же глупо. Ну, мы никогда с такой инициативой не выходили. Я понимаю, вы нет, но голоса такие были. Мы выходим с другой инициативой. Мы хотели бы, что если бы у букмекерских компаний, которые в Республике Беларусь есть, или там они международные есть представительства, чтобы они нам давали свою информацию, мы бы с удовольствием ее обрабатывали и отрабатывали бы. Но, к сожалению, на наше обращение к букмекерам мы получаем, что они в этом не заинтересованы. Такие ответы. Интересно, добавлено. Из Европы, да, букмекеры? А если вот российские? Наши. 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 Плюс-минус там, да, и подобное. Ну, я не могу сейчас сказать, каким конкретно мы обращались. Это надо изучить. Я здесь слаб, не знаю. И, кстати, продолжение, вот посещаемость как влияет. Вы знаете, это, наверное, не самая главная причина, из-за которой падает посещаемость и которая потом препятствует возвращению людей. Не, ну, главное, я согласен. Потому что во многих странах, в которых были договорные матчи, когда это все правильно было расследовано, когда были санкции применены, люди потом возвращались и интерес к чемпионату не пропадал. То есть я бы не ставил во главу угла, что вот есть договорные матчи, поэтому люди перестали ходить. Нет, я не... Мое мнение, что качество футбола – это первый показатель. Будет каждый матч интересен для болельщика, вернется. Выключим кнопку телевизора, перестанем показывать по интернету, определенная часть болельщиков от пива вернется на стадион. Это с маркетинговыми ходами. Хорошо вы сказали, конечно. И вот исходя из этого, я бы хотел спросить. Вот посещаемость, скажем, сборных страны, национальной, молодежной – это ваша вотчина, ваша обязанность. Но вот вы говорите, что мы поднимем посещаемость чемпионата, и кажется мне, что вы таким, скажем... Да не то, что говорим, это прописано. ...популизмом занимаетесь. Не популизмом, нет-нет-нет. Вы делаете клубы иждивентами. Они должны быть в первую очередь, на 90% заинтересованы в увеличении посещаемости. Это их деньги, это их там это. А у вас... Мне очень приятно, что вы так это ставите. Нет, вы отличаетесь, по-моему, от большинства. У вас какие-то обязаны быть методические определения указаний, то есть семинары проводить, помогать с органами правопорядка общаться и решать. Но львиная доля посещаемости должна идти инициативой от клубов. Спасибо. Это мы видим по Крумкачам, допустим. Они заинтересованы отбить аренду стадиона на Маяковского, они заинтересованы посещаемости. А если вы будете говорить, что Федерация увеличивает посещаемость, клубы сложат ручки и будут ожидать от вас. Это одно. А второе, значит, когда мы говорим о посещаемости, меня очень волнует этот вопрос. Вы как-то анализируете реальное количество зрителей, фиксируете их реальное количество, потому что не секрет, что везде у нас по стадионам идут приписки. И чтобы увеличить реальную посещаемость на следующий год, надо знать, какая она сейчас. То есть в любом исследовании, в любой науке надо оперировать конкретными цифрами и правдоподобными. У нас когда это будет? Кроме Борисов-Арены у нас, ну, и, возможно, у Крумкача они там как-то считают. У других, я так понимаю, пришло 300, записали 700. Ну, никто не отслеживает. Согласитесь? Не соглашусь. Нет? Нет. Почему? Я вам, во-первых, очень благодарен за то, что вы ставите вопрос, на мой взгляд, очень правильно и корректно, что не все должна делать федерация по поводу посещения матча чемпионата. Не все разделяют такую позицию, все считают, что это мы должны за все отвечать, клубы вроде как ни при чем. Значит, мы не делаем из клубов ижедивенцев. Во-первых, потому что семинары, о которых вы говорите, мы проводим. И клубам, да и клубам нельзя сказать, что клубы у нас не понимают, что это не основное, но это один из источников их доходов. И они должны работать над посещаемостью. То есть я бы сказал, что в принципе понимание есть. Вопрос в другом. Какой нужен механизм действительно? Вот, чтобы люди пошли. Разные клубы используют разные. Где-то есть действительно клубы, которым, ну, мягко говоря, все равно, сколько к ним придет. Не согласен с тем, как идет подсчет. В некоторых городах у нас есть данные, что руководство стадионов занижает. Да, в том числе. Занижает. Ну, опять же, это же неверная цифра. Значит, согласен. Значит, вот в том числе одна из задач департамента, что они должны правильные цифры за счет независимых исследований получать, чтобы это планировать. А каким образом это будет? Нам интересно. Кто-то будет на входе считать? ОМОНовец? Из федерации, там, с... Нет, ну, мы вменили это теперь в обязанности делегатов, и не берем просто цифры у милиции, это будут наши люди. Ваши люди будут стоять у входа и как-то считать? Нет, ну, у входа маловероятно по заполняемости трибун. Или там подойти там на 15-й минуте матча, куда-то сбоку посмотреть и посчитать? Нет, просто выйти на трибуну и по количеству заполненных секторов... На эту же трибуну. Противоположно, может, лучше? Ну, выйти на трибуну, чтобы было... Надо будет и перейти, чтобы с одной смотреть, разумеется. Понятно. Будут считать как-то. То есть вы знаете об этой проблеме? Да. ОМОНовец лучше всех посчитает на входе, всех. Когда обыскиваете. Волю у них видеозаписи. Да, там полный контроль. Кстати, вот то, что создали совет клубов, вопрос создания профессиональной футбольной лиги, потребовал просто больше времени технического, я так понимаю, для регистрации и всех прочих организационных мероприятий. Но те идеи, которые клубы посчитали, что надо уже реализовывать, мы создали совет клубов высшей лиги. Говорили, кстати, вот на этом первом организационном совещании, что клубы должны заниматься привлечением зрителей, что это их работа. Но утвердили положение о совете. И, в принципе, вопросы маркетинга, я думаю, что там будут активно обсуждаться, в том числе и проект по телевидению. Так мы смотрим же, да? Ну, я, насколько знаю, должны были нам, да, сюжет подготовить. Игорь Бачила спрашивает. В одном из матчей чемпионата страны произошло вопиющее событие, которое было спущено на тормозах и не получило должного продолжения огласки. В матче Ньоман, торпеда Белас, главный арбитр встречи показал желтую карточку нападающего Ньомана, это в эпизоде будет показано, которая в итоговом протоколе чудесным образом превратилась в желтую карточку для вратаря гостей Фомичева. Насколько профессионально главный арбитр исполнил свои обязанности? Так, будет у нас видео, нам напомнят или отвечать без картинки. Здесь без моментов. Так, вот. Без видео. Есть видео. Вот, обратите внимание, Фомичев нарушает правила, он срывает атаку. Подходит, подходит судья Сергей Цинкевич. Его отвлекают, и потом мы интересовались у арбитра, кому все-таки он предъявлял желтую карточку. Он предъявлял желтую карточку Фомичеву, а вот эти все последующие разговоры со стороны игроков Ньомана были связаны с тем, что они требовали удаления вратаря. Там рукой он показывает, будет момент, он показывает. Вот этот фолл, фолл очевидный. Но поскольку есть еще два игрока, и в том числе один игрок занимает положение близкое к воротам, Сергей Цинкевич принимает решение показать не красную карточку Фомичеву, а желтую. И абсолютно правильно он записывает в протокол, что желтая карточка предъявлялась вратарю. То, что он методически ее неправильно показал, к сожалению, это болезнь не только его, но и ряда арбитров. На что на сборах всегда обращается внимание. Арбитр должен четко идентифицировать того игрока, вот он уже лезет за карточкой. Показывает глаза в глаза нападающего. Да. Методически он грубо ошибся, он не должен был так показывать карточку, но то, что он показывал ее Фомичеву и правильно записал в протокол, это вещь, на наш взгляд, очевидная. И потом он дал пояснение, кому он показывал в действительности желтую карточку. Оригинальный момент, да. Так, этот, наверное, мы только пропустим, давай пойдем подальше. По инфраструктуре еще много вопросов. Инфраструктура, да. Первый вопрос там идет про стадион снова. Сколько болельщиков там будут кормить? Миколай Веромеенко пытается. Хотя уже на этот вопрос отвечали, вы уже говорили, что это не отчаянная федерация. Опять же, да. К сожалению, мы неоднократно получали документы, в которых изменялась концепция стадиона. Сейчас в очередной раз переоформляется доля в Динамо-арене, общество, которое учреждалось для строительства стадиона. Доля общества с ограниченной ответственностью Трайпл переходит к Мингоросполкому. И, соответственно, проект указа, который был подготовлен главе государства, он пока не подписан. Вот те изменения, которые должны были произойти, чтобы приступали к тендеру на проектирование и строительство. Ну, я хочу, чтобы болельщики правильно понимали, тут нашего желания и наших возможностей недостаточно. это объект в большей степени Мингоросполкома, хотя и он там не все волен выбирать. Но, к сожалению, 2% участия нашего в этом обществе, оно примерно так и соответствует тому влиянию, которое мы можем оказать на строительство стадиона. Дальше идет вопрос Олега Курловича про инфраструктуру Барановича. Он такой объемный по поводу того, что там большие проблемы, отсутствуют поля вообще качества для тренировок детей и дюж и развития массового футбола. Есть только поле, находящееся в распоряжении местный дюж. Оно не выдерживает никакой критики в ненастную погоду, там болото. Так, здесь любительская лига. Вот вопрос. Какие шаги могут быть предприняты АБФФ для улучшения данной ситуации в 170-тысячном городе, половину населения Исландии, кстати? Или этот вопрос могут решить лишь местные органы власти? Как быть любителем футбола и, главное, детям? Ну, без местных властей мы точно не решим этот вопрос. Во-первых. Во-вторых, есть еще федерация футбола областная, региональная вообще. И источники для того, чтобы федерация сама возводила какие-то объекты, они достаточно ограничены. В большей степени это программы финансовой помощи со стороны УЕФА и ФИФА. Национальная ассоциация сама принимает решения. Те средства, которые доступны, которые выделяются от общих доходов двух международных организаций, куда они тратятся, это принимает решение Национальная ассоциация. Основную, да практически все деньги, которые нам выделялись, мы всегда использовали на развитие инфраструктуры. Значит, первая программа финансовой помощи, которая была, мы приняли решение построить в каждом регионе и в некоторых регионах по два, десять искусственных полей полноразмерных. В этом процессе принимали участие облсполкомы, они принимали решения совместно с региональной федерацией футбола и потом уже по их решению мы поставляли туда искусственное покрытие, осуществляли там его укладку, ввод в эксплуатацию. На следующем этапе мы саккумулировали денежные средства, которые у нас были и строили академию футбола и поля здесь, которые принадлежат академии, техническому центру национальных сборных команд. В настоящее время дополнительными какими-то источниками, чтобы строить поля, мы не располагаем. Началась новая программа с FIFA. После прихода Джани Инфантино руководителем FIFA он изменил, там существовало более полутора десятков различных программ, они в большей степени вне Европы осуществлялись. Руководством FIFA было принято решение централизовать все в одну программу forward и в рамках этой программы опять же национальные ассоциации имеют возможность средства направлять на строительство инфраструктуры. Вот это в 2017 году программа начнет функционировать. К сожалению, оформление документов, подача заявки, переписка с FIFA занимает где-то от полугода до восьми месяцев. Но я надеюсь, что мы успеем все сделать и за счет средств, выделяемых на 2017 год, построим еще один манеж. Еще один, это помимо Гродно? Да. Это в рамках видения 2020 или нет? Ну, вообще-то говоря, программа по строительству манежей была заложена еще в госпрограмму 11-15. Там в каждой уже области по одному столоженному строению. Почему? Не помню сейчас, по-моему, Гомельская область. Тогда не включилось строительство манежей. Но, к сожалению, федерация не в состоянии в одиночку вытянуть такое строительство. И там, где областные власти не находили денег в бюджете или в небюджетные средства, там движение не пошло. Потому что мы брали на себя обязательство поставлять искусственное покрытие, саму воздухоопорную мембрану и делать, соответственно, манеж. Но выбор земельного участка и подготовка основания – это обязанности местных властей. Там, где вот, спасибо Мячеславу Брониславовичу Гою, он заинтересовался этим проектом, держал его на контроле. Манеж появился. Там осталось совсем немножко строительных работ. Это уже раздевалки, конфигурацию этих помещений выбирают местные власти, как обустроить кафе, если кто-то принимает решение, какие-то классы. Это они уже на свое усмотрение делают. А вот то, что касается работ именно по возведению манежа, непосредственно под руководством недавнего, ставшего уже председателем областной федерации футбола, вот этот манеж появился. Я надеюсь, что есть у нас заявка от Бреста, есть видение в Минске строительства манежа. Когда мы будем иметь четкое понимание, где земля выделяется, мы приступим к работам. Я думаю, что к концу 2017 года построим еще один манеж. В нашем городе Минске. Пока не могу сказать, но нужно, прежде всего, решение земельного вопроса. Понятно. То есть, резюмируя, вы помогаете, чем можете, да? А каким образом вы как-то содействуете, общаетесь с местными властями, там, рычаги влияния какие-то у вас есть на них, там, попросить как-то там? Ну, просить, конечно, можем. Мы, как любая организация, можем попросить. Но в большей степени эти вопросы решают те, кому потом на баланс будет отходить… Инициатива от них идет. Ну, конечно. Ведь, поймите правильно, вот ни одно из полей, которые мы построили, мы в своей собственности не оставляем, мы их передаем. Я к чему? Вчера была информация о том, что ЖКХ города Минска, значит, в бюджете уменьшили на 30%, и цифра приведена, что на 2017 год на физкультуру и спорт в городе Минске будет направлено 120 миллионов долларов. Почему бы, там, не знаю, там, стадиону Торпедо не выразить инициативу, отремонтируйте нам нашу единственную хорошую трибуну? Деньги же есть. Стадион Торпедо – это не юридическое лицо. Ну, это же в Мингорисполкома имущество. Это имущество, которое… Я к тому, что… Вы, по-моему, в Каминске… …посодействовали бы. Совершенно верно. У них, кроме СОКО, по-моему, все эти стадионы в Минске. Ну, у футбольного… Какое-то письмо написали. У футбольного клуба Минск… Забивали чем-то. У футбольного клуба Минск есть новый стадион на… В Каминске. Маяковского. Ну, городу надо. И трактор… В Саводскому району надо. Им же передали и Торпедо. Ну, там ничего не делается. Мы писали уже, обращались с просьбами. Были люди, которые хотели реконструировать, например, стадион Торпедо. Но мы не нашли понимания у властей. И футбольный клуб Минск, по-моему, отказался передавать это сооружение. Хорошо. Значит, информация такая еще есть. Допустим, в городе Борисове в августе месяце в печах в поле школьного стадиона постелили искусственным покрытием. Батэй участвовала в этом. Значит, и по информации в городе Борисове уже в восьми школах такое есть искусственное покрытие. И руководитель райисполкома пообещал, что во всех школах скоро оно такое будет. Хорошо, не стадион Торпедо, а, скажем, в нескольких школах заводского района постелить искусственное покрытие за счет денег, освободившихся от ЖКК города Минска. Чему не сделать? Я не совсем понимаю, что, значит, деньги, освободившиеся от ЖКК. Они же не к нам приходят. Нет, я понимаю, что не к вам. Но вот вы хоть попросите там хоть копейку какую-то там что-то. Нет. Вы не можете. Мы не финансируемся из бюджета. Вот этот миф... Не, я понимаю, что... Ну, посодействовать каким-то образом, показать, что мы развиваем футбол. Он говорит о чем-то попросить. Да, попросить. Я перехвачу стафету. На своем уровне. Возьмем, например, школы в Малиновке. Там стоят стадионы школьные. На них летом одуванчики и собаки, зимой сугробы и все понятно. То есть эту землю не надо отводить, как, например, здесь поля Федерации и никуда. То есть она уже есть. Вот перехватывая стафету и говоря о том, что давайте выйдем на Минобразование для местных органов власти. Им же принадлежат стадионы. Давайте... Пусть там будет не хватать денег, понятно. Давайте не будем путаться. Значит, школьные стадионы принадлежат городу. Пусть городу. Они не Минобру. Пусть городу. Не Минобру принадлежат. Да. Сергею Николаевичу, я думаю, что на город выйти, что на Минобразование, это один звонок. То есть в нашем понимании. И там есть куча энтузиастов. На форумах очень часто был форум, на форуме футболбай два года назад. По-моему, народ уже энтузиасты, деньги собирали, не собрали там сумму определенную. Я думаю, поучаствовать окружающие дома, из которых это видно все. Родители будут участвовать. Будет какой-то порядок. Может хотя бы один так сделать, попробовать, что из этого получится. Договориться с директором. Они разработают там. И федерация потом. Главное просто эту идею толкнуть в массу. А с директором они разработают мероприятие. Давайте попробуем. Я в этом вопросе пессимист. Почему? Потому что имею печальный опыт. Я знаю, как школы к этому подходят. Им все должны сделать. К нам идут обращения, сделайте нам стадион. Мы начинаем разбираться. Что значит сделайте? Закажите проектно-сметную документацию, сделайте беговые дорожки, сделайте трибуны. Мы не будем этого делать. У нас на это нет средств. Целевые средства, которые приходят у нас, я не могу на легкоатлетическую дорожку потратить. Я не буду этого делать. Это логично. Понимаете? Хотя бы показать. Школа на это не идет. Федерация на это не идет. Никто на это не идет. Растут радуанчики. Получается, инициативы ни от кого нет. Только от родителей. Давайте продолжим этот разговор. Более подробно. Значит, не помню, наверное, в 2014 году компания НТС выступила с инициативой построить 118 площадок. Это родная сторона? Да. Совершенно верно. К сожалению, город Минск по инициативе строительства этих площадок был одним из последних. Меньше всего заявок было с города Минска. Самих именно заявок? Самих заявок. Но там тоже я не могу сказать детали той программы. Делали ли основания местные власти или просто должны были передать какой-то участок и землю. Вот там не наша программа была, я не знаю деталей. Но сама инициатива, заявки должны были идти от местных органов власти в Министерство спорта. Потом совместное решение принималось, составлялся план на каждый год. Площадок вне города Минска заявок было многократно больше, чем в городе Минске. Поэтому правильнее ставить вопрос, что без взаимодействия и активного желания местных властей мы даже с энтузиастами с вами не сделаем. Но есть от вас предложение, давайте конкретно по какому адресу будем пытаться сделать. Я готов в этом участвовать. Давайте. Мы хотели это услышать. Нет проблем. Попробуем тогда. Давайте распишем, что каждый из участников концессии берет на себя и обратимся в Мингоросполком с просьбой, чтобы вот в порядке эксперимента нам передали, а мы передадим, я так понимаю, школе вернем назад благоустроенное поле. Ну там можно, там уже энтузиасты советку-то создадут с директором. А вот здесь возникнет проблема. Содержание. Здесь проблема возникнет другая. Если вы с баланса это заберете, то кому будет это принадлежать? Потому что у меня были, я по нескольким компаниям и по нескольким участкам писал письма в адрес районных администраций, по-моему, Мингоросполкома с просьбой, чтобы передали земельный участок энной компании, она возведет на ней объект и будет этот объект эксплуатировать, эксплуатировать, обслуживать. И в том числе район, который находится близлежащий, будет иметь какие-то преференции для занятий. Там детско-юношеская школа, которая существует в районе, тоже будет иметь возможность там заниматься бесплатно. Но в принципе, в целом управление будет принадлежать тем, кто вложит деньги в это. Но, к сожалению, за, наверное, года три или четыре мы ни одного участка не получили. Для того, чтобы он должен понимать, что он получит в отдачу, если вкладывать деньги. Ну да. Когда навязывают участнику, что он должен построить и уйти в сторону, я не думаю, что многие люди просто так вложат деньги, потом ничего не имея взамен. Даже времени для того, чтобы, условно говоря, частная школа футбольная, которую он хочет создать, чтобы она имела возможность там заниматься бесплатно. и то же самое, если там родители рассчитывают на то, что сделают эту площадку и потом они будут ей распоряжаться, то вот в этом может возникнуть проблема. Придет какой-нибудь завхоз, закроет эту площадку и скажет, пускать невелено. К сожалению, у нас тоже есть такие печальные примеры, когда даже площадки, которые мы построили, иногда есть у нас информация, что кто-то вот управляет этой площадкой, закрывает ее на какое-то время и все желающие не могут туда попасть. Хотя смысл социальных площадок, которые мы в том числе строили, наверное, где-то около 40 площадок мы построили, вот просто по местам жительства, в микрорайонах, около школ, площадки размером 20 на 40. Мы их просто передавали кому угодно. Вот возьмите, просто чтобы у людей была возможность выйти и где-то поиграть на том поле, которое менее травмоопасно, чем бурьяный какой-то огород. Но, к сожалению, не всегда правильно их используют после того, как их передали. Получается, проблема еще построить, проблема потом в завхозах. Содержание проблемы нет. Исаев тоже рассказывал, вот в Витебске, когда поляну строили, приехали, перерезали ленточку, после этого там подогрев был все, а за подогрев оказалось некому платить, и поляна стояла, хотя и заниматься могли, и мячей раздали, и формы раздали, помпезно все сделали, в результате власти не могут содержать, отдали на клубу, но это было в 2011 году. Клуб тоже на нее смотрел, на эту площадку, что с ней делать там своих проблем в море. И в результате ответственных у нас, как обычно, нет. То есть все на словах, мы готовы, мы готовы, футбол давайте, давайте. В итоге касается дела. Вот в связи с вашим выражением, я бы хотел сказать, что одна федерация футбол не двинет. Инициатива-то за вами, а кто еще должен? Ну, директор школы однозначно. Если и скажут, сейчас вместо этого одуванчика здесь будет котлован, трактор и все остальное, скажем, боже мой, зачем мне это? Пусть у меня там будут две собаки и три одуванчика, и все остальное не надо. На летних каникулах ей будет, и она отдыхает, чем там будет что-то строиться. И по срокам должны уложиться до октября, и давай торопиться, как обычно, в результате там бетона больше, бетона меньше. Давайте, может быть, совместно придумаем что-нибудь. Там есть где-то вопрос, по-моему, были по волонтерским программам. Есть. Давайте через волонтерские программы, может, совместно подумаем, как это сделать и объединить. Вот они там просят помочь с инвентарем. В школу. Значит, уже идея какой-то. Нет, здесь есть, почему при школах не организовать спортивные кружки для общего физического развития с элементом футбола, отдать руководство кружками не физрукам. А родителям? А людям, которые этого действительно хотят. Ну, это энтузиасты, где занимаются родители, да. Может ли помочь в федерации с инвентарем специальные курсы для желающих родителей после окончания тех курсов и в свободное от основной работы время заниматься с группами детей? Ну, он опять говорит об инициативе, я так понимаю, о федерации больше. Значит, инициатива, во-первых, ну, ладно. Он сам хочет. Это очень хорошо. У нас такой пример есть из Жабинки. Наверное, слышали? Да, да, да. То есть, не надо было инициативы федерации. Если действительно у человека есть инициатива, то можно это сделать на месте своими силами. Но нас, так сказать, пример Жабинки подстегнул. И мы сейчас выделяем из технического департамента. Точнее, у нас в департаменте по проведению соревнований был специалист, который занимался массовым футболом и вот в том числе такими вещами. Здесь два департамента вот рядом должны взаимодействовать. С одной стороны, это массовый футбол. С другой стороны, это обучение. Коль там завели речь о том, что родителей надо на каких-то курсах учить. Это учено было технического департамента. Мы по этим вопросам достаточно много дискутировали с УЕФА и согласились с их позицией, что все-таки не в департаменте по проведению соревнований должен быть специалист по массовому футболу, а в техническом департаменте. Там, где и дети, и массовка, и обучение правильнее там. Мы сейчас создаем отдел, он будет иметь и региональное представительство в том числе, то есть люди будут нами наняты на работу, но будут находиться каждый в своем регионе. Заниматься массовыми мероприятиями, в том числе изучать проблемы на местах, которые есть. Мы со своей стороны в техническом департаменте организуем курсы, а на лицензию, которая будет позволять работать с детьми. Но у нас появится проблема, мы пока не знаем, насколько она будет серьезная, но невнимательно к ней относиться нельзя будет по одной простой причине. Работать с детьми у нас имеют право только специально на получившие специальное образование люди. И когда мы родителям дадим свой ликбез и дадим ему признаваемую даже в Европе лицензию, что он может работать, может возникнуть конфликт, что работать он с детьми и не сможет. Внутренний коллектив. Потому что он, условно говоря, имеет высшее образование, ну скажем, юридическое, а не тренер по спорту. Поэтому мы поможем со своей стороны, мы образование такое дадим. Но не будет ли проблем с реальной работой, скажем, в школе точно возникнет проблема. По месту жительства, не знаю, вот сейчас мы прорабатываем эти документы все, но мы готовы в ближайшее время будем родителей учить, помогать им, обучающие программы дадим, будем курсы проводить, это все мы сделаем. Но вот то, что касается разрешений набирать детей, пока я не могу ответить на этот вопрос, и он не в нашей компетенции. Я так понимаю, директор школы, который сидит и смотрит это, скажет, вы собрались у меня котлован делать еще и родителей кого-то привезти, которого надо будет обучить, не будем. Ну, кстати, не один год же существует урок факультативный факультативный час футбола. В принципе... Подозревают, что урок заканчивается так, начинается так, мяч бросили и пошли. Ну, знаете, если бы в свое время хотя бы мяч бросали, я думаю, что у нас футболистов было бы уже больше. В 80-е бросали, и причем сами малые бросали. Сейчас они могут с планшетами сидеть. Вопрос еще в другом. Это же факультатив. Это не значит, что ребенок туда придет, и если он разрывается между тем, погонять мяч или сесть, условно говоря, перед компьютером, еще неизвестно, какое увлечение перетянет. Хотя возможность, вот в принципе, организовать такие курсы, она есть. Я вот в продолжении темы позволю быстро задать вопрос. Родители орбиты явно школы детской. В Федерации нет поддержки со стороны Федерации футбольным школам. Разговор об орбите «Трактор из Дюшори» Динамо. Ну, это не соответствует действительности по орбите, что только мы не пытались сделать, чтобы нас не забирали. Но, к сожалению, есть другие виды спорта, которые считают, что футбол и так… Он пишет про легкую атлетику. Жирует, да. А дети эти ездят в Черкассе 20 км от места играть? Есть стадионы, вот к нему как раз и относятся орбиты, по которому, невзирая на наше возражение и наше мнение, приняли решение отдать его легкой атлетике. И мы не смогли на эту ситуацию повлиять, и Сергей Николаевич в том числе. Да. Понятно. Параллельно мы переходим уже к детскому… Нет, я еще по техцентру сейчас чуть-чуть спрошу, да, и потом перейдем. Сергей Угоршакович, вы поднимали мой вопрос на прошлом грифинге по поводу «Чуть-чуть». Это был мой кусок вопроса. 6 миллионов евро, 4 миллиона евро. Помните, сначала слова, они выгласы о том, что готовы потратить 4 миллиона евро, потратили 10. А куда вы дели 6 миллионов, вы этот вопрос поднимали. Но я его задавал не для того, чтобы заниматься арифметикой 10 минут. Нет проблем. Я, пожалуйста, отвечу… Нет, понятно. Я его не для того поднимал. Дело в том, что изначально вообще там информация шла, Геннадий Николаевич говорил о том, что там 18 собирались тратить, и внешние инвесторы были какие-то. Кстати, хотел спросить, это же не Wi-Fi имелось в виду, конечно. И какой у них был интерес? Не знаю. Нет, давайте так. По проекту Геннадия Николаевича «Невыгласа» я не могу сказать, я не в курсе, был этого проекта. Это был его проект? Ну, во всяком случае, в разработке этого проекта я участия не принимал. Вот так даже. Тогда интересно. Ну, на самом деле… Если можно, Дима, а что смущает? Нет, я понял. Не то, что меня тут смущает, вообще и в стайках же хотели что-то строить. Почему выбрали здесь? Школа ближе учиться. Стоп. Значит… И женские туда хотели отправить, и юниоров всех, а здесь только национальные. Нет, это каша какая-то у вас. Почему? Значит так… Решение… В десятом. Где-то так примерно. Не могу точно сказать. Я не принимал участие в этом проекте. Как он задумывался? А когда я пришел сюда на работу, проектировались плоскостные сооружения. Уже заканчивалось проектирование футбольных полей. Двух футбольных полей с искусственным покрытием, и одно с натуральным. От второй очереди строительства технического центра Геннадий Николаевич отказался к тому времени. Ну понятно. Участок, который выделялся, соответственно, был отдан под другие цели. И то, что строили мы Академию футбола, это уже был, так сказать, проект новый, потому что тот… Все получилось намного серьезнее. И мы когда посчитали, что просто три поля, а сборная будут кто где, кто в Робинсоне, кто в Славянской, кто в Спорттайме, нехорошо. И Сергей Николаевич тогда дал поручение с Мингоросполкомом. Кстати, без их помощи мы бы не обошлись. Они помогли нам найти участок и с футбольным клубом Минск решить вопросы. Нам разрешили строительство технического центра на автомобильной стоянке футбольного клуба «Минск», если помните. Что за тут стоянка? Вдоль все равно, в частях места все равно нет. Нет, мы вернули те места, которые забрали, мы эти места для парковки вернули. И минус первый этаж, уровень минус первый. Там стоянка для дополнительно 42 места парковочных для тех, кто работает в техническом центре. Про этот технический центр много всяких легенд. И офисные здания и все прочее. Мы его задумывали, когда начинали строить, задумывали, что это будет действительно дом для национальных сборных команд полностью. Но потом, когда вступили в пилотный проект, то два этажа сейчас постоянно занимает Академия футбола. И этот проект уже реализовывался. Это была идея Сергея Николаевича Ромаса. Понятно. То есть начинал, не выглас, тоже вы не знаете, и заканчивали здесь уже. Нет, не начинал. А как? То, что касается здания, Геннадий Николаевич от этого… А, ну он начинал с полей. Ну понятно, он начинал с полей. С полей. С полей. Да, начали с полей и не собирались продолжать. Сергей Николаевич посчитал, что это неправильно. Пилотный проект – это проект УЕФА с некоторыми федерациями Грузии и Армении, да? Да. А вы знаете, как там они строили и что они строили? Или не в курсе? Мы не попали в пилотный проект сразу по одной причине, что у них уже было… Что-то. …инфраструктура. Да. Ну, Армян точно, да. У них было. И в Грузии база около футбольных полей тоже есть. Да, да. Да. То есть нам негде было показать… Ну то есть мы предлагали, что ребята будут жить и учиться в РГОРе, а тренироваться здесь. А потом мы говорили, что можем сделать спецкласс в общеобразовательной школе, но возникал вопрос, а где они жить будут, если они будут учиться. После того, как мы построили здание технического центра, эти вопросы сами собой решились. Ребята учатся в 32-й школе в Лебяжем. Ну, в принципе, шаговая доступность, скажем так. Живут здесь, тренируются на полях. Мы этот цикл замкнули, и сейчас, в принципе, у УИФА к нам претензий по этому проекту нет. Ну, то есть те федерации Грузии Армении и Македонии уже имели какую-то базу, и на их основе УИФА делала вывод, да? Да. Потому что они выстроили там сейчас капитально, конечно. Где? Армяне особенно. У них там в каждом городе на уровне даже всех сарксян приезжает открывать их. Не в каждом городе, а не в каждом. Буквально в каждом. Я вам даже сейчас скажу, я специально интересовался. В каждом регионе. В Ереване понятно. Гюмри – 150 тысяч населения, 6 полей. И на тысячу мальчишек, девчонок. Ванадзор – 105 тысяч населения. Все равно сделали три поля и 600 детей набрали. И еще две академии таких лепят. Да. Что из этого получится? Ну, понятно, что вот инфраструктура, они начинают обрастать. Пока я не скажу, что они сильно там успешные, особенно там… Если сравнить с македонцами, которые в этом году Ю-21 в группу попали, первый раз в финальную пулю вышли. И они говорили о том, что нам помогала инфраструктура. Вот эти… У них 9 академий, плюс вот это УЕФА – технический центр. И они, конечно, там шороху навели, и у них большие надежды с этим. Может, у нас что-то как-то… А в областях у нас скажите, пожалуйста, эти какие-то центры такие вот региональные что-то есть у нас? Я просто слова по областям. Или это все на уровне областных клубов и все? У нас было предложение сделать филиалы от нашей академии. Мы же когда начинали, не дождавшись пилотного проекта, то есть не попав в пилотный проект, мы начали свою программу по элитным юношей и подписали договор с футбольной академией Аякса. И первый год, когда мы не были в пилотном проекте УЕФА, к нам приезжали тренеры из Аякса, проводили здесь тренировки, смотрели, как учебно-тренировочный процесс выстраивают наши тренеры, общались постоянно и по планированию, и по конкретным конспектам на конкретные тренировки. Такая работа началась. И дистанционно тоже шла. И дистанционно шел обмен, да. И у нас была возможность подключать к этой программе еще тренеров. Такая опция была заложена в контракте. Поэтому мы на совещании Министерства спорта с училищами Олимпийского резерва предложили такую модель. Создать, кроме нашей академии, создать еще филиалы во всех областях. Чтобы в этих областях отбирались ребята комиссионно, которые действительно выделяются по своему возрасту. Чтобы организовать учебно-тренировочный процесс, привлекать тренеров соответствующего возраста из футбольного клуба. Таким образом, кооперировались бы деньги, которые мы готовы были выделять, и деньги футбольного клуба на свою группу подготовки. Но, к сожалению, такой поддержки со стороны, прежде всего, руководителей областных училищ мы не нашли. Потому что в футбол не медали емкий вид спорта, очков много не приносят, а количество мест забирает. Поэтому этот вопрос, к сожалению, поддержки не нашел. Будем его решать через массовый футбол. Да, массовый футбол, с учетом учителей, их мнения по поводу школы, мы уже слышали. Так, здесь, наверное, пока... Ну, по школам мы там всем прошлись, да. Вопросы были по полям связаны, я думаю, мы много чего ответили. Сколько у нас по времени там, чтобы мы чем-то еще оставили? Пять минут подсказывают ребята. Осталось? Осталось пять минут. Ну, давайте посмотрим. Восемнадцать, двадцать семь. Пешки. Да, мы ничего не успели таким образом. Ну, давайте тогда, может быть, о чемпионате и кубке. Выбирайте, воля ваша. Давай я задам вопрос. Ой, я не знаю, я так хотел спросить по поводу детского футбола. Давайте, ну, выбирайте. Давайте я спрошу как-то быстро, потому что у меня был целый блок, ну ладно. Меня волнует вот что. И не выглас говорил о том, что... Можно что-нибудь посвежее. Руководитель, которого я очень уважаю, очень уважаю, с большим мужем отношусь. При нем реально был какой-то просвет. Вот он говорил когда-то, что до сих пор резерв в большинстве школ у нас тренируется по пахнущим нафталиновым конспектам, методикам. Вы сказали в Голландии после там, когда мы играли с голландцами, что если не будем менять систему детских соревнований, ничего не будет у нас, индивидуальности не будет. Что меняется? Что менялось за то время, когда он говорил? Что поменялось с того момента, когда вы сказали в интервью? Какие изменения вообще? Время, наверное, разное прошло. Я согласен. Не знаю, когда Геннадий Николаевич об этом говорил. Говорил... После матча с Голландией, наверное, не так много времени прошло. Это моя принципиальная позиция, что оценка деятельности тренеров должна идти по-другому. Значит, то, что касается программ, программ у нас достаточно. И в том числе, которыми имеет возможность пользоваться любой тренер. И итальянскую программу переводили, и Академию Аякса, то, что я говорю. К этим программам доступ есть. Это зависит от желания заниматься самообразованием, обучением, методиками. Я не вижу проблем с материалом, который мог бы тренер получить и взять, чтобы совершенствоваться, проводить на другом уровне тренировочный процесс. С программами я проблем не вижу. С программами понятно. На сегодняшний день. То, что касается оценки. Ну, я затронул вопрос по училищам Олимпийского резерва, как выстраиваются оценки. Там очки, медали. А, к сожалению... И повлиять вы не можете? То есть, для них это важнее намного, и в футболе в том числе? Ну, эта система так сейчас функционирует. Мы разрабатываем сейчас свою программу. У нас новый технический директор назначен совсем недавно в Федерации футбола. Он эту задачу четко понимает. Мы будем предлагать совещание с клубами, которые проводили буквально несколько дней назад на этой неделе по лицензированию. Я тогда сказал клубам, мы разошлем вам новые параметры по тестированию ребят, которые у вас находятся в школах, там, как угодно они называются, чтобы вы знали, как будет производиться оценка. Мы принципиально поменяем с 2017 года, как минимум, клубы высшей лиги все будут подвергнуты проверке, как работают детско-юношеские подразделения клубов, по каким программам они там работают и как они сами свои программы... Проверяют кто? Федерацию футбола. Ага. И как они выполняют свои же программы, которые они нам дают на согласование. Но проверять будем мы не для того, чтобы сказать, что там вы плохие или еще что-то. Мы будем проверять именно с целью, чтобы оказать потом методическую помощь, кто захочет, кому она нужна. И кроме методической помощи посмотреть реально, над чем прежде всего работают тренеры. И потом свои заключения дадим руководству клубов. И они уже будут принимать решения? Ну, разумеется. Мы-то не можем ни санкции выносить к членам ассоциации. Это уже прерогатива руководства каждого клуба. Понятно. Ну, тогда... Если там вопросы... Я хотел еще... Вопрос по... Кирилу Петровичу. Удачи тогда на это поприще. Потому что тяжелый вопрос. Я передам. Кстати, у него сегодня день рождения. Замечательно поздравляем. Да. И еще попутно, буквально 10 секунд. Покажите болельщикам, пожалуйста, финальный раунд U17-U19 в марте на YouTube-канале. Осенью искал отборы. Регистрировался на форумах вплоть до болгарского. Потом из федерации ваши ребята написали, что трансляции будут с болгарского. Да. Я сам смотрю. А мы не можем сделать это? С нами ничего у нас не получается? А я не очень понимаю технологию, как мы можем сделать... Сам канал YouTube, я так понимаю, надо съездить туда. Вот ребята же знают. Нет, я так понимаю, что кто-то должен снимать для начала. А если они... Ну, я надеюсь, они покажут, потому что это финальный все-таки раунд. Или нам искать там? На своих не надеясь. На нас? И на вас, в том числе, да. Ну, вот как техника решения этого вопроса, я не готов вам ответить. Ну, если можно, сообщите. Во-первых, снимать нам своей камерой не дадут. А снимать будет страна-организатор мини-турнира. Где она и как будет размещать эту трансляцию? Я не готов ответить, но я беру это домашнее задание, я разберусь вам отлично. Хорошо, спасибо. Давай, Вань. Кубок Республики Беларусь. 26-й розыгрыш идет, 27-й на носу. Не пора ли каким-нибудь образом поднять его статус? Титульный спонсор, чтобы был. Деньги какие-то появились. Допустим, первый шаг мы, клубы, скажем так, вы сделали намеренно или нет, в июле лучшем месяце футбольного года две стадии кубка мы проводим. Это хорошо или плохо? Это очень хорошо. Мнения разделились. Но то, что кубок у нас не популярен. Во всех странах Европы это первое место. Ему лучшее время отводится, они могут и в месяц сезон не играть. Участвуют и маленькие клубы, большие. А у нас, я почитал, допустим, видение 2020. Открываешь его, честно, ни одного слова про кубок нет. Есть про обеспечение проведения системы соревнований в высшей лиге 1-й, 2-й. Привлечение титульных спонсоров во все лиги чемпионата. Высшую, 1-ю, 2-ю. Про кубок. Ничего. Ничего нет. Участие в кубке команды высшей лиги 1-й, 2-й и победители областных лиг. Правильно? Любители. Нет. Мы сейчас открыли кубок для всех. А каким образом будет осуществляться жребий? Очень интересно, когда он, допустим, слепой. То есть любители на команду первой лиги попадают. Нет. У нас же кубок разведен по-другому. У нас высшие лиги подключаются в соответствующие стадии и обязательно играют на выезде. Другие группы. Ясно. Что по поводу спонсора? Ну, к сожалению, здесь очередь тоже не стоит. Директор школы нет. В других чемпионатах там и на майках логотипы, и вместо фамилии логотип спонсора. То есть у нас много. Мы сделали счеты. В каждой районной газете фотографии. Мы готовы размещать рекламу, разрешить клубам размещать рекламу. Банк развития готов быть спонсором в Кубке Республики Беларусь? Нет. Банк развития и так, спасибо, помогает проводить международный турнир для 17-летних юношей. А попытаетесь вы отыскать спонсора все-таки в этом году или на следующий розыгрыш? Мы пытаемся это под каждое соревнование, ну, это каждодневная работа. И много встреч достаточно было, и, как правило, это заканчивается. Уходят мы подумаем и не возвращаются. Начинается этот разговор, как правило, вот вы в федерации будете делать то-то. Возьмите у нас вот это, а мы выступим спонсором. Окей, давайте посмотрим. Вы хотите быть у нас, скажем, подрядчиком, вы хотите быть у нас спонсором. Вот мы вам даем пакет, что включает партнер, генеральный спонсор по лиге. Все даем. Но строить у вас хотим или оказывать вам услуги хотим, спонсором, ну, наверное, не сможем. Поэтому эта работа каждодневная, но, к сожалению, пока результата нет, не находим желающих. Плохо. Вопрос спонсора буквально 30 секунд. Кубок Беларуси был в воскресенье, финал. 9 часов прайм-тайм, 8 по мини-футболу. Ни одного счета, ни федерации. Вышел, по-моему, Куница, медали повесил всем на грудь. Все счастливы и довольны. Победившие довольны. Ни рекламы, ничего. Сыграли как будто первенство бани где-то. Если бы не мастерство футболистов там и не полный зал трибуны, не было бы понятно, что это вообще такой рекомментарий. То есть, вот... Значит, давайте отведем. Тоже спонсоров-то нет, по сути. Хотя бы команд... Это соревнование проводит ассоциация мини-футбола. Член ассоциации АБФФ. Да, член ассоциации АБФФ. А вообще, когда проводит, скажем, спарринг в футбольный клуб БАТЭ, я же не могу прийти им и сказать, разместите там нашу рекламу. То есть, это их работа? Это их работа. Все, вопрос снят, хорошо. Понятно. Что там еще? По курсу что? Или последний? Все. Можно еще по первой лиге в городе Минске? Матчи команды Звезды БГУ, Торпеда, Луча, разноситься друг с другом как-то по субботам и воскресеньям будут? И с матчами высшей лиги в том числе? Нет, по высшей лиге не планировали, потому что под первую лигу забивается, как правило, один день, а под высшую лигу мы сейчас будем, ну, план во всяком случае такой. Там четыре дня. Четыре дня, да. Замечание хорошее, я подскажу департаменту по проведению соревнований, чтобы посмотрели как-то разводить. Ну, честно говоря, вот при разведении на четыре дня все-таки… Или хотя бы по времени. По времени, да, по времени это реально. Потому что они обычно играли там в два часа дня на БГУ, там… Ну, мы по высшей лиге установили в регламенте, что под трансляцией мы имеем право устанавливать время начала матча. По первой лиге в регламенте такого нет. Там принимающая команда… Им проще регулировать? Нет, наоборот. А, наоборот. В первой лиге, команда первой лиги, хозяин, они принимают решение о времени начала матча. Ну, по соответствии. Ну, я думаю, что вопрос, в принципе, для всех, так сказать, одинаково значимый. И учтем это, будем регулировать. Потому что в городе футбола много, и хотелось бы его видеть воочию. И иногда не успеваешь просто. Хорошо, принимается. Значит, суперкубок известно где? То, что… Значит, то, что касается матча суперкубка. Это обсуждалось на совете, мы послушали клубы. Где? И футбольный клуб «Бате» и «Торпеда Жодина» взяли паузу, чтобы договориться между собой, поскольку это команды одного практически региона. Но на сегодняшний день, насколько мы знаем… В Китае. В Китае. Они не договорились. «Торпеда Жодина» не хочет играть в Борисове. На Борисов арене. На Борисов арене. А стадион «Торпеда Жодина» вроде так рано они готовить еще не хотят, к 11 марта. Поэтому, скорее всего, что матч состоится в Минске на одном из искусственных полей и параллельно мы будем готовить манеж, если погода какой-то сюрприз. На искусственном – это где? А сколько у нас искусственных полей? У нас не так много. На победителей или на Маяковского? Ну, есть на Маяковского, есть новый небольшой, правда, стадиончик, но там самое последнее покрытие уложено в Минске на бывшем «Локоматии» совершенно верно. А допускают? Да там же зрителей, там зрителей два человека. Говорят же, там педагогический университет повесил замок и никого не пускают. Через забор мы лазим. Но у нас с педуниверситетом есть договоренность, и пока у нас нет претензий, когда мы обращались… Там же федерация участвовала в строительстве вместе с юристом. Ну, это покрытие мы укладывали. Да, да, да. Поэтому университет нам обещал, что те мероприятия, которые нам понадобятся, он заинтересован, то они будут оказывать нам всяческую поддержку. Но зрителей там удастся посчитать, там трибуны такие, что можно будет пойти… Кстати, педуниверситет собирается, надеюсь, что в этом году у них получится на противоположной стороне сделать еще одну трибуну, чтобы этот стадион соответствовал требованиям высшей лиги. И по раздевалкам мы там разговаривали, там есть кое-какие нюансы по судейской комнате, но в принципе все решаемо. И заинтересованность руководства университета есть, я надеюсь, что в этом году мы получим еще один стадиончик высшей лиги. И заявить команду во вторую лигу только останется, да? Как звезда БГУ. Как уже противоязывается, как директор школы скажет, зачем это нам? Есть люди, которые заинтересованы в развитии футбола. Ни одна федерация в одиночку ничего в футболе не сделает. Какой бы страной она ни была, ни топовая Германия, ни Голландия, там очень много организаций, которые работают над развитием футбола на местах. И не надо себе обманывать, что один или два человека, вот поменяйте руководство федерации, и все сразу пойдет цвести и пахнуть. Не будет такого. Скажите, а вот еще была информация, что УЕФА выплатила федерации некие деньги за фейерплей? Это в конце прошлого брифа эта тема поднималась. Благодарность какая-то должна была прийти, там, на счет денег я не помню. Нет, значит, давайте так. По фейерплей это было перераспределение средств, если я не ошибаюсь, в фейерплей. Эти деньги предназначены клубом, а не ассоциацией. Не, понятно. Вот я и хотел узнать, каким клубом? То есть, клубом, одному клубу выше или... Нет, клубом-участником Еврокубков. А, только Еврокубков. Да, если идет пул солидарности, пул солидарности в равных суммах делится между командами, которые не принимали участие. Потому что у нас еще есть первая лига и вторая, и было бы им приятно, маленьким командам, получить... Нет, это целевые деньги только высшего дивизиона. А, понятно. Если остались у вас вопросы, или на следующий раз, или я вам постараюсь ответить, что-то интересное. Мы блоки охватили. В принципе, да. Остались, наверное, ну, может, авторы какие-то могут и обидеться, но я тут и своих не задал, кучу большую. Ну, все блоки, в общем-то, охвачены. Так, у нас сложилась традиция, что эстафету вы передаете, кто следующий будет в студии находиться. Вчера что-то мы там пытались обсудить. Люди уже, да, там... Вроде, давайте позовем представителей не высшей лиги, давайте попробуем. В принципе... Молодечная послушка. Да. Пожалуйста. Я бы хотел предложить торпеда Минск. У них очень такая, скажем, заметная группировка фанатов. Пускай кто-то из их представителей придет. Торпеды стадиона тогда вопрос задавал, он бы спросил. Пожалуйста. Значит, торпеды Минской молодежь. Да. Ну, если они придут, конечно. Договорились. Если не придется искать замену. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо большое. Что вы делили нам время. Спасибо. Спасибо.